всем привет меня зовут дамир хочу провести 10 боев на халкате то как он играет цену большей степени кажется буду потешить но это в принципе по т то есть меня еще задача сделать три отметки сейчас у меня определенная старая статистику слова 1000 среднего урона 70 боешься просто победа просто победка же удивляет и 86 на отметке буду много под калибром стрелять цель в общем 10 боев и 3 отметки это у меня здесь не получалось играть в общем это можно обнулить что-то в рандоме происходит такое что мне что-то не хочется играть на девятках произошел на халкате немножко расслабиться на шестых уровнях все давайте отправляемся в бой будем смотреть что в рандоме происходит на шестых уровнях в том числе ну задача разумеется это 3 отметки и 10 боев на халкате на халкате куда-то лезть не надо стоишь сзади и стреляешь а то блин поиграл вот как раз это 10 было это 10 сумасшедший рандом сумасшедшие у меня союзники ничего не получается в 8 смотреть у меня в 80 стала 2203 был 1199 на 4 выросла 2203 теперь теперь меня станут еще и чаще по мне стрелять да не особо удобная карта чтобы пострелять но все-таки мы халкат незаметная ст незаметная пт можно было назвать ст но башню и вообще не вращаясь из-за тех от просто отвратитель нужно всегда занимается к позиции где ты можешь быстро откатиться назад либо отказаться не знаю передом что я то есть занимать слова вот так позицию перед отказ конечно набор на сзади расположен башни пушка не опустится к витит вот почему у него торчит жопка зато на жопу у него не будет хорошо опускаться поэтому нужно как-то наверное скорее всего именно на борт ставить и чтобы перед этим ходом спускаться словом говоря ну как-нибудь вот так вот и сразу туда падать у них два пт смотреть куда поехали поджиматься не подсветили меня удивительно это более безопасней что ли встать оба на смотрите у них кого 85 просто разбился где-то был виден оба на я туда все не простреливаю да на ту половину это плохо что туда не простреливаю это я попал не я он мне не дождись так просто засветить не светит много раз не попал может зарядить бабушку они все равно где-то там стоят да я не вижу где-то горочка цель захвачена готов я никуда уезжать сюда не буду здесь кого хорошая такая плата позиция урон вообще нет уничтожен уничтожен так надо поудобнее стать неудобно как-то встал 1300 набахал болен нашу просто умирает башню так отвернуть и ехать тихо коммунная труп еще тут стоят один засветился еще один засветился давай халка ты же быстрый сложная ситуация образовалась ума на у нас еще и тысяч 5-150 убил начал проехал дальше по окра по нулю проехал сочет включаем врага теперь остается т-34 100 блян справиться нет не успел справишься ты справишься да вроде должен справиться молодец самое хорошее самое хорошее что произошло это то что мне т10 не засветил оба но я еще мастер взял блайн блайн дулина моя зашла по какому то танку а по амэкс 12 до блайн залетел насколько помню вот хороший бой отметка стал 87 ну потихоньку растет это хорошо сам глава чтоб она росла второй бой ну приблизительно таком ритме будем сейчас играть по факту опять восьмерки опять страдания ай-яй-яй мне ждут включены эти режимы режимы штурм на пт не особо хорошо играть эти режимы потому что никуда не можешь ехать вот так вот мне сейчас ехать нужно ехать по факту мне надо в атаку но мы здесь проиграем потому что и я это делать точно не могу я картонный мало хп за тех вот говно как в общем ничего не могу может под калибер большего зачем эти б.б. если частенько мне кидает и к восьмеркам еще дополнительно плюс в три отметки все таки играем надо убрать эти б.б. я специально так аккуратно еду чтоб ни с кем не протараниться слишком много хп сразу теряется и так мало 570 а по сторонам может потеряться еще больше так реально вот играя на шестом уровне или там на пятом уровне ты реально отдыхаешь наши игре там словами на девятки на десятки там ты испытываешь не знаю такое напряжение бешеная сейчас я и а и и и и и и и я понять не могу я понять просто не могу он едет где этот из какой точке у нас к кроме неплохо пожелал там бачат прощнего все ему как бакран ты бачат его там с барабана забирает вален я не знаю мне были поближе что ли подъехать что-то пока что говно они они не подставляются уничтожен 2 усерва 2 фрага броня не пробита глава не засетиться и 25 стреляет по мне там и он не светится понятное дело прошли не могу долго стоишь меня рога включились блин не убил я его были так было важно его убить отлично его убили задний ход конечно у меня сумасшедший задний ход вот тигр porsche разъедают рога 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 включайтесь это я подсветил рогами преимущество рогов конечно огромное то что здесь включается ты можешь кого-то пересветить меня вот таранен году куда ты едешь блин а а он стоковый что ли блин я не ждал что он стоковый и 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 так отметку 87 и 6 и дальше здесь конечно в абсолютном топе но это же карта такая где никуда толком не поешьла да я поеду на горчик в таком случае лишь бы мне там не умереть на этой горочке куча красных красные красный кругом в моей команде тоже красный как бы можем легко проиграть из наши куда-то рвануть у рвануто умирать был бы я на лт еще можно было тащить у этого все-таки башня еле-еле поворачивается из-за тех ход плохой это конечно силе его нерфит его способности ты мне подрезаешь иди отсюда блин такс перекатка точно не успеваю пересветить или могу перекатку попробовать подсветить нет пробития пробития есть пробития есть пробития вот там еще т-28 стрелял вот так вот на перекатке скажем так 1000 урон уже есть 1000 халява 1000 халявы блин задний ход конечно просто ужасен задний ход просто ужасен пробития но пацаны кто там меня по мне хотел стрелять ну ка выходите никого что ли никто не хотел по мне стрелять ладно не полетела полетела вот как башня поворачивать еле вернулась мне кажется дед он где-то тут стоит а вон я не попал окей да на подкалибер побольше я забыл совсем про подкалибер и хотя бы один урон сделать просто свестись ваша все равно не успею больше только посетил ну наши молодцы не слились а вот у них немножко ну это рез такой имбовый немного здесь можно перекатка пересетитесь они медленно едут первая степень 88 и 7 стала отметка в н-8 к шикарной и средний урон на шестерке тоже бешеный на этом танке некоторые умудряются там не знают 2 нам 2 200 2 400 2 500 даже делать ну для это конечно нужно очень тяжело играть ну как тяжело не просто все-таки это набивать урон надо тоже опять же на чисто подкалиберах играть на голде так провели три боя три победы удивительно поехали дальше но отметка скажем так не особо скажем быстро идет хотя я 100 боев еще не отыграно если бы отыграно было 100 боев еще какой степени может быть легче было а так все-таки чуть-чуть сложнее но она все равно идет каждым боем все-таки идет отметка выше может там за последние две недели может показатели выросли на халкате да это же показатели были набиты нового годском так нового года возможно много плохих игроков играла сейчас наверно более-менее горки лучше играют то есть ушли которые зашли поиграть раз в год условно в танке такие игроки ушли и остались игроки которые вот играют постоянно может показатели подросли я это почувствовал на т-10 что показатели подросли закинул в деф не на самую удобную карту до подкалибер и чисто именно то что они летят быстро и хорошо пробивает с ненуженством иногда будет до конца сводиться и попадать против восьмерка как бы подкалибер и нужны опять же на 3 отметки еще к тому же я же играю наш лтг конечно уже начал получать как бы ко мне отсюда вы не приехали на этот фланг с этого фланга я больше всего именно вот этого боюсь что мне ко мне приедут танки и отсюда не успею свалить блин кто-то подставляется пробитие он там где-то был или нет чёрт куда парили плетел снаряд блин вот они все подставляются вот они все где-то где-то да успел свалить скажем так с позиция огня у нас очень плохо лтг конечно светил но еще не все потеряно можно можно тащить теперь занимаем эту позицию эту позицию на продавить рикошет гребаный и и и и и и и Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка мне еще арта накинул дабав вот как х сыграл ст, как наш сыграл ст нормально у нас лт еще плохо подсвечивало ну ладно, бывает отметка вроде не упала но сыграл слабо мог намного больше поспешил, там к в 2 еще не залетело там еще БК взорвало СУ-100 ну как бы хорошо но я не мог стоять на горе всех принимать, потому что именно то, что задний ход очень слабый нельзя мне на горе стоять, то есть я пока начну откатываться я не успею просто откатиться был бы задний ход 20 км в час я бы быстро откатывался задним ходом и все, мог бы нормально так выкатываться, стрелять, откатиться выкатываться, стрелять, откатиться так выкатываться, откатиться на халкате не получается не особо удобная карта попробую агрессивно играть сыграть но я боюсь, что это моя агрессия при том, что меня просто запушат и убьют все-таки главное достоинство халката это дистанция держать дистанцию кстати говоря, надо ЛБЗ какие-то включить на которых можно которые можно выполнить халкат идеальный танк для выполнения ЛБЗ он может просто всего очень многие ЛБЗ выполнить да, где там нужно, условно говоря, очень много урона там уже сложно ну, условно говоря, там 4000 урона конечно, халкат тоже особо не могет да как не попал, да сводился, сводился, сводился если раньше был сведен, я так только подъехал и он засиделся блин, вот на школе 1 вперед не поехал не хочется быть танком, который будет танчить очень хорошо еще когда и в и и и и и и и и надо же также 4 красавчик ну там все а-43 разберет нету пацана в нули болен как че делать че делать что делать болен к 85 еще вниз упал до козла все не осталось хп не осталось хп сссссссссссссс сука, грёбаный у меня танк, блин, не поворачивается, блин, башня не поворачивается. А, меня тут вбесят, у меня жопа горит. Как я в упор ему не попал? Ай, ёкало, манев. В упор тупо не попадает танк. Победа. Может быть ещё там по тигру пострелял, да? А, у него хп-то не осталось. То есть, ну, в этом бою нужно было спешить. То есть, урона нет, ты за ним бежишь. Я знал, как бы, что леопард меня может легко и просто распилить, но я там надеялся, что у меня получится в него попасть. С такой-то дистанции. Что, у меня танк попадёт? Да. Вот это, конечно, поворачиваясь, вот эту башню пока развернётся. Мне надо, наверное, возможно, притереться всё-таки к стенке. Иногда просто где-то не думаешь, думаешь, как СТ-шка, типа, просто развернёшься и всё. А на ПТ-шке-то геймплей немножко другой, нужно притираться к стенке, чтобы тебе не могли в жопу крутить. Ладно, всё равно победа. Но отметка упала. Средний урон просел. Так, следующий бой. Ну, штурмы тоже будем играть, да, штурм там случилось поражение. Опять же, на штурме не просто играть на халкате. Вот, опять штурм. Что мне здесь делать? Что мне здесь делать? Опять на ту же позицию поехать встать. Ну, очень много у них КВ-2, конечно. ИС. Слепые по ним можно стрелять, так пробивать. Но если они в город едут, в городе уже их сложнее убивать. Коридор на скорбь-то кордоновом месте просто тебе от свертухи попадут и убьют. Да, на повороты. Прямо едет, конечно, он очень круто, прямо. Но вот этот разворот на месте башни пока повернется. Столько времени пройдет. Надо опять же так же развернуться в сторону нашей базы и стоять. Если что, сразу деру дать, как в прошлый раз. Блин, зачем я на автоприцеле стреляю? Есть пробитие. Поездение гусеницы. Спасибо. Цель понял. Отстави цель. На, получи в ответ. Там еще кромбель где-то стоит. Тут нужно где-то низину найти, чтобы не было такого прям хорошего прострела. Но здесь найдешь такого низину. Никто там не светится, да? Отсветился, попал. Отсветился, попал. Да, хп-то не осталось, чтобы танчить что-то. Там-то еще МТ-2-5 кромбель. Это я еще кромбель засветил, да? После выстрела, то есть у кромбеля хороший экипаж получается. А арта скидывается по нашему танку. Так, включим рога. Мы должны выиграть этот бой. А что бы ни стало. Еще один кромбель подъехал. У нас ЛТ здесь стоит, что ли? А мы X12-я, блин, в дефе. Хочется и поехать вперед, потому что нет урона у меня. Засветился моментально. После выстрела моментально свечусь. Вот хп вообще теперь не осталось. МТ-25, смотрите, там ЛТ гоняет. МТ-25 наоборот оттуда убегает. От этого ЛТ. Один. Пока. Увидимся. я не защитился то есть были всякие кровель у меня светит мтд спеть меня защитить не может нормально мне это нравится а там же арта почему на 143 стоит блин и арты арту и нет убивать добивать так из-то вроде из подставлялся не что ли и и и и и как одновременно одновременно камикад зададут да жалко что в него и тогда не попала сейчас бы не умер и поехал бы светить арту сразу же ну просто сидение очень сильно разбрасывается как только двигаешься нужно именно стоять стрелять на ходу это только чудо как так случается когда на ходу попадаешь еще 150 бонов получил еще у нас четыре боя отметка восемьдесят девять и два но халкат но удобно играть на халкат вообще удобно на многих шестых уровнях играть особенно голде как бы особый как бы не испытываешь проблемы кроме этой карты карта маленькая городская на халкате нигде не спрячешься даже на той карте я постоянно светился от этих кровелей как же меня здесь играть если станет подальше у нас лт будет светить центр не очень интересно ли вы меня сама усветить но блин я засвечусь после выстрела из меня кроме ли светили после выстрела начинается то восьмерки точно засветят так и не ту кнопку нажим это не попал что ли получается у нас кого-3 поставляется под 44 100 крёбаный лт он без засвета меня убил но у меня конечно рога не включились наверно хотя должны были включиться а я задний ход давал не включились значит крёбаный лт встал на этот грёбаный куст и меня пересветило его очень не ожидал видеть этого этого бата акробата я поспешил я действительно очень сильно поспешил надеюсь это я в бата попал ну здесь слив да скорее всего наш наши зеленые умерли у нас зеленые шестерки а у них восьмерки у нас тут из 3 боится тигра porsche и на фугасах против тигра porsche у какие у нас у нас есть третий это краснеющий какой 45 процентов побед 8к боёв играет на фугасах вот даже борт зашел на фугасах зато дает урон постоянно да нет бы на него ехать все ломать сейчас все руки приедут доворачиваю доворачиваю чё так на него едешь то нет бы стоять и доворачивать просто наоборот оттягиваться и доворачивать он на него поехал раньше нужно ехать когда он был на кд да я в бата зарядил все таки один снаряд да ну здесь был нереально победить отметка просела полпроцента да ну здесь как можно пострелять вообще не вы не ехать получать вперед и пытаться стоять сзади и стрелять напишите все равно засветишься тут ты очень быстро умираешь мало хп тут блин барабан бат этого барабан 7 спястика так здесь что мне делать удивительное распределение сил все таки есть тяжи только шестые да так просто будут вообще без тяжей по 3 тяжело слабые тяжи ладно посмотрим что из этого выйдет посмотрим могу конечно пострелять по перекатке может быть мог бы можно стоит где-то там стоят до падая значит там же где-то блин я на когда наша елка пошла в атаку против леопарда умное решение я хуй знаю где он там лежит надо проехать вперед были в эту рону нету блин а этот начинает бесить и начинаешь делать глупости просто не знаешь что делать где найти урон таксать не знаешь начинаешь всякие эти делать маневры и и и и и и где-то там не долетела чё подставишься 228 нагибать мы не бросим красава уж долго меня выцеливал что помни кинуть 57 процентов соленемером а 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 восемь боев 75 процентов полет в 8 все дела но бои такие скажем так не особо удобно и реально на штурм выключать ты попадаешь вот на такие карты это как это как случай с эндском попадаешь на замкнутую карту где ты ничего не можешь сделать на этом потратить внизу списка как будто из-за того что видишь у тебя 75 процентов процент 75 процентов побед в аргент как будто специально засовывают в такие карты где ты не сможешь реализовать свой танк особенно внизу списка может выбрать инвиза покидать или поехать на ст позицию не на эстессе поеду мне там быстро убьют но что всякие лт и прочее не те быстро те приедут и быстро тебя ты не сможешь дистанции с ними держать ведь у нас все равно от поехал борщ так рога включайтесь теперь просто тататат татат 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 как бы есть что-то обсветить сети светит т29 до нашел то там приехала сдохла или нет а вот лабора 45 процент будет какой движ не там движ будет нет какой-нибудь кто захочет поехать сюда но кого два по что здесь кто то есть поэтому не поедет умный к в 2 или нет красный красный ты же не поймешь что здесь опасно ей давай вперед молодец ты не понимаешь что здесь опасно я могу сын и посадил что а и а и 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 а мы x40 45 поехал вперед за три строго я хотел вперед поехать нет а а Разбитие. Блин, ну грёбно вот это ПТ. Ну ты не можешь что ли помочь? Её твою, твою, налево, блин. А! У меня от этого жопа горит. То, что союзники такие вот дебилы. Грёбаный халкат. Ну что, помочь не можешь что ли? Просто, какой же... Вот есть такие игроки дауны, которые не понимают, что нужно делать в этот момент. Что нужно помочь. И вот я приехал, пытался помочь нашему Т-34, но, блин, выкатываюсь, у тебя такое, блин, огромное сведение, ты фиг попадёшь. Нужно как бы стоять в одной точке. То же самое здесь. Я выкатываюсь и не могу просто так попасть. То есть я там в Т-34 выкатывался, потому что такое огромное сведение. И здесь выкатываюсь и не могу в упор попасть. У нас, блин, такое сведение, и он обязательно не попадёт приблизительно в центр. Он обязательно будет кидать куда-то в края, чтобы ты обязательно не попал. Повторюсь, Варгейминка будет специально делать тебе такие вот карты, тебя так подставляет специально, как будто бы, чтобы ты ничего не мог делать полезного. И ещё, блин, в упор, чтобы там не попадал. Это грёбаный халкат, который не мог ни Т-45 добить, блин. Не, блин, мне помочь с этим Мазаем. Бесят такие игроки. Прям вот невероятно, как они меня бесят. Он всего 38 с урона-то сделал. Союзничек. Паршивый попался. 89% отметка. У меня горит на чай жопы, я не могу. Последний бой. Надеюсь, его выиграем, чтобы стало 70% побед. Урон, конечно, просел за некоторых боёв и за этот отметка как бы особо не растёт. Хорошо. Всё, последний бой. И закругляемся. Ну, в целом, это, скажем так, видео 10 боёв, как на нём играть и какие ситуации ты в него попадаешь. Но у меня будет продолжение, скажем так, серии, серии боёв, где я буду всё-таки в три отметки играть. Обязательно смотрите, как я пытаюсь на халкате взять три отметки. Как я, скажем так, продолжаю страдать на халкате. Что тут делать, вот? На самом деле, мне очень многие карты не нравятся в какой-то степени. Многие карты играют, условно говоря, взводом. Почему? Потому что ты взводом можешь что-то делать, движ какой-то, троём, условно говоря. Ты, например, один едешь и подыхаешь там, а троём едешь, и вы там обязательно продавите. Вы друг другу поможете и все трое выживете. Хотя взводом я особо не играю, но смотря, условно говоря, там какие-то стримы, где играют в троём, это прямо именно продавка какого-то направления. Из-за этого высокий виндрейт. Были бы у меня, скажем так, помощники, помощники, ну, взвод, которые играющие, тоже хорошо. Я просто был блондю. Я не знаю, там залетает, не залетает. Как бы снарядов не так много, поэтому нужно, конечно, беречь снаряды. Опа-на, у меня залетел этот, блайнд, как блайнд, свертухи. Где-то там он был, в общем, не залетело. Я знал, что я тут есть кого-то, три попал, то я Черчилль тоже был, а он глубже проехал. Я понял. Может, я сломал там что-то? Так, мне надо еще вот здесь встать, если они тут будут ехать, проезжать, чтобы заранее видеть этот момент. МТ-25 просто там раскрошил нашего. Что, 13-75, вот что там выкатиться вперед, что ли? подраться. Ну, наши должны там все продавить, есть, конечно, ПТ-шки у них не задефят. Хочется их, хочется просто поджать, поехать. Но я боюсь, что всякий какой-то МТ-25 на меня выезд. Я как только проехал, так сразу. Да и понял. мак поврежден, есть, отставить цель. цель захвачена, есть, оставить. Есть пробитие. Гусеница сбита, движение невозможно. Уничтожен. Что, МТ-25 ко мне сейчас едет? Гусеница восстановлена, можно ехать. да, сведение, сведение, МТ-25 ко мне тоже поехал. Я и говорю, если поеду вперед, то все, как бы, здесь кранты мне сразу придет. А стоять на месте ты не можешь, потому что тебе нужен какой-то движ, чтобы этот был урон, чтобы что-то было у тебя. А стоять на месте, это капец. Да. На ходу, да, будет тигр стрелять? Пробивает. Я хочу с вами труп к своему трупу вернуться. Надо поще так? Да. Да, не просто. У меня еще пока пушка на Кровер перевернулся. Я начал МТ-25 за полосуру Крови-то на меня повернулся. На Кровер пока развернулся полностью. Кроме, конечно, успел один раз выстрелить, потом еще второй раз свестись до конца и потом меня добил. Моя пушка не успела до него довернуть даже вроде как не успела. Может, тем более там свестись времени не было. Может, я успел довернуть, но свестись точно не досвелся. Ну, в общем, 70% побед получают за эти 10 боев. Средний урон не получается держать высокий. Потому что нужно пытаться стоять, 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 жить. А тут получается как бы все, моментально все исчезло. Если бы я не поехал бы, я бы вообще ни на что бы не успел. Никуда бы ни на что бы не успел. А так, хотя бы я успел два выстрела сделать еще дополнительно по хеллкату. 70% побед. Почти 3000 ВН8, 1350 23 урон. Как я считаю это слабо. На этом танке можно делать намного больше среднего урона. Просто вот нужны карты, подходящие для этого, ситуации, скажем так, ситуацию, имею ввиду, баланс. Ну, чтобы семерки без восьмерок семерки, то есть пять, пять семерок, восемь, шестерок. в таких вот случаях, когда жирные танки, много хп, без восьмерок подошло восьмерок, то есть сложнее играть, пробивать-то их еще на дистанции надо. Снаряд может не полететь и так далее. А семерок очень легко пробивать с пробитием, как у хеллкат на голде. Такие итоги. Да, большой минус ушел, но это не имеет значения главный я хоть какой-то да, у меня немножко подгорело, но в целом я получил какой-то степени удовольствия даже, потому что видишь на процент побед, о, да, это хорошо. 7% побед очень хорошо, да, не получил по урону, еще чему-то не получилось, подгорел немножко на союзников, но в целом все равно у тебя остается такое хорошее настроение, то, что победы идут. Если помнить вначале видео, можете перемотать, у меня было там сколько, сколько процентов побед, это играл на Т-10 в рандоме, и у меня полыхало так, что я охреневал, у меня были, если помните союзник халката, который мне никак не помогал, да, у меня каждый бой были такие вот халкаты, причем не один, а несколько, там бачат этот, 12-я лтшка, вместо того, чтобы стать на захват и по захвату выиграет легко и просто, он стоит и не захватывает, он типа отстреливает тех, кто, или подсвечивает, отстреливает, подсвечивает тех, кто едет на захват. В итоге там, что, он раздал барабан, из барабана, из четырех пулю, он один раз только пробил, в итоге приезжает танк, сбивает захват, этот лт наш выезжает к нему в упор, опять барабан раздает, не знаю, два, что ли, пробил из четырех, опять уходит на коды, только прячется, лишь бы захват не брать, танк не выезжает, два танка бачат, и еще танк, который на захвате стоял, они оба живы, а он один получается, Т-34, он не выкатывается, как бы, не встает все равно захват, они бы стали вдвоем, просто Т-34 не выехал, скажем так, а бат стоит, ему пофиг, он опять выехал, начал еще по кому-то пытаться стрелять, то есть ему вообще пофиг, Т-34 опять там выезжает, просто так сбивать захват, бат нашему пофиг, потом наш бат выехал на Т-34 все-таки, с полной барабан откадышился, полный сбором выезжает, первый снаряд пробивает, второй пробивает, скажем так, Т-34 свел свет в этот момент, бахнул по бату, у бата башню заклинило, что произошло, третий снаряд рикошет, четвертый снаряд мимо, потому что Т-34 понял, то есть не понял, просто он чуть назад отъехал получается, вот, начал, ну, как бы, начал движение рикошет получается, третий снаряд, а потом отъехал реально назад уже, и четвертый снаряд действительно пошел мимо, я, конечно, офигел от этого база, то есть он, видишь, что у него башня сломана, он продолжал стрелять в одну точку, нет, башню починить, в итоге этот бат позорно умер, горело от него, конечно, очень жестко, а он умер, как позорно, подъехал к захвату базы, ягдтигр, он тупо на ягдтигр выносится, типа, сейчас я опять раздам барабан, ягдтигр его, иди-ка отсюда, и все, блин, с одной стороны смешно от этого бат, а с одной стороны смотришь, как он, это, горит, просто жуть, ты думаешь, блин, выиграй бой уже, встань на захват, нет, блин, такое химию творит, и множество таких союзников, смешно и грустно, в общем, на халкате продолжу играть, три отметки надо все-таки взять, на этом все, прощаюсь с вами, ставьте лайк, смотрите продолжение, как я буду играть на три отметки, всем пока-пока, пока-пока, спасибо, пока-пока, Продолжение следует...